Всем привет! Меня зовут Оля Грейс, и сегодня я буду снимать видео Ask Olya Grace. И вы мне задавали свои вопросы в Твиттере. Также в прошлый раз я ответила не на все вопросы, к сожалению. И сегодня я отвечу на все вопросы, на те, на которые не успела ответить, и на новые вопросы из Твиттера. Ну а что, приятного просмотра! Итак, у меня сейчас ноут стоит на столе. Для удобства я буду читать вопросы из него, потому что телефона моего нет. Снимаю сейчас на мамын, а мой в ремонте. Вернее, в магазине Алло, и это просто отдельная история. Гуля спрашивает, если бы твой телефон переехала машина, я бы застрелила водителя. На самом деле я бы запомнила номера машины, поехала бы сразу в полицию, описала бы полностью модель и марку машины, потому что я запоминаю такие вещи, и всё. Я бы реально требовала даже в суде возмещение моральной компенсации и финансовой стоимости за весь телефон, потому что они сейчас дорого стоят. Устроишь фан-встречу с подписчиками? Наверное, вопрос, но знака вопроса здесь нет. Конечно, я устрою, но, наверное, на 50 или 100 тысяч подписчиков, потому что нас практически 200 человек на канале. Я понимаю, что это достаточно много, это несколько школьных классов, но все мы разбросаны по разным частям и уголочкам России, Украины и Казахстана, поэтому пока что нет смысла. В дальнейшем я буду проводить онлайн-трансляции, таким образом мы сможем ближе и больше общаться вместе. Где я праздновала Новый год? У себя дома. Я монтировала и ела. У тебя были неловкие ситуации? Конечно, были. Они были, наверное, у каждого человека в этой жизни. Если вы только не младенец, который только что родился. Запросы. Сними рум-тур, передай привет Абдоразаковой Гулье. Привет, Гулья. Рум-тур я не сниму, потому что у меня, как таковой, комнаты нету, но когда я перееду в Киев, я планирую через год переезжать в Киев, и тогда-то я уже сниму этот рум-тур. Сними видео о моих будней, выходные, вопросы задавать тут. А сколько, Грейс? Видео о моих буднях, это, я так поняла, это просто влог. Влог, я думаю, я буду снимать. Как только у меня появится опять мой собственный телефон, тогда я буду снимать на селфи-камеру влоги, и вы узнаете, как я живу. Алина Шекшина спрашивает. Тебе хочется, чтобы весь мир был розовым? Нет, зачем? Меня ведь будет тошнить от розового цвета. Лучше пусть он будет разноцветным или цветами радуги, но не одним цветом. Пожалуйста. Ты устроишь фан-встречу с подписчиками? Да, я устрою. Я уже как бы отвечала на этот вопрос. Грейс, твоя настоящая фамилия или прозвище? Грейс, это псевдоним. Моя фамилия Мельникович. Просто она очень длинная, и я решила придумать себе псевдоним. Тем более, как назовешь свой корабль, так он и поплывет. Собственно, Грейс с английского языка переводится как благодать, благословение. Ну, сами понимаете, что это очень хорошее название для канала. С кем ты праздновала Новый год? С мамой. Запросы. Сними видео ром-тур, передай привет Алине Шукшиной. Вопросы задавать тут, сними видео мое утро. Алина Шукшина, привет. Мое утро я не сниму, потому что, ну, комната у меня маленькая. Утро у меня особого и нету такого. Все очень быстро за 5 минут. Ванная и ремонт. Дом полон ремонтов. И они идут несколько лет подряд, и поэтому, ну, к сожалению, я не сниму. А вот в Киеве, будучи, я смогу вам снять все. Арина Стакир спрашивает, с какой бы знаменитостью ты бы хотела встретиться? Уоррен Баффетт, самый богатый в мире мужчина. Он инвестор. И я бы хотела перенять. У него опыт инвестирования, на что нужно обращать внимание. То есть, как бы, сделать апгрейд своему мозгу. Потому что я и так знаю, на что обращать внимание. Но он человек с многолетним опытом. И тем более, ему, я так полагаю, уже за 70. Он очень много чего знает о этой жизни. И я уверена, что он дал бы мне замечательные 5 советов на будущее. Лиза Мич спрашивает, у тебя есть домашнее животное? Если да, то какое? Как его зовут? У меня нет домашнего животного. Хотя в детстве у меня были хомячки. И я смотрела, как они плодились. И были малюсенькие хомячонки. И мы их отдавали на рынок. И да. Но был момент, когда хомячка просто отгрызла всем головы. Хомячки. Медишка12 спрашивает, сколько тебе лет? Почему ты решила снимать видео на YouTube? Мне 21 год. Видео на YouTube я снимала еще давно. И как бы я рассказала, почему я решила снимать. Потому что у меня была депрессия. И YouTube меня выводил из этой депрессухи. Но тот канал, он у меня уже заброшен и заблочен. Поэтому я создала новый канал. И зная все о YouTube. То, что я насобирала по крупинкам знания. Я теперь применяю на этом канале. Суши или пицца? Сложный вопрос. А что бы выбрала ты? Я выбираю пиццу в понедельник. Суши во вторник. И так каждый раз. Чередуя их. Просто класс. Твой любимый мультсериал? Наверное, Спанчбоб. Потому что он очень-очень красочный и красивый. У него шикарные, огромные глаза. И он весь такой мимишный. Люблю Спанчбоба. Если ты тоже любишь Спанчбоба, ставь палец вверх. Марий Мука спрашивает, любимое время года? Передай привет. Привет, Марий. Мое любимое время года это осень или весна? Вы знаете, раньше я любила только весну, потому что это моя пора года. Потому что я родилась весной. И как-то я чувствовала себя в этой времени года очень хорошо. Это как бы моя стихия. Но со временем мне начала нравиться осень, потому что она такая пустая, депрессивная. Я помню, два года подряд я осенью ходила в депрессухие. И как-то вот я растворялась в этой тишине. Шорохи листьев, опавших с деревьев. Ну, знаете, о своем, о девичьем думала. И просто рисовала себе картины и планы на будущее. И поэтому осень тоже является моим любимым временем года. Это были вопросы, на которые я не ответила в прошлый раз. А сейчас я буду читать свежие вопросы из Твиттера. Дара Кивель спрашивает. Оля, что ты читаешь в данный момент? Я до сих пор читаю Ричарда Брэнсона. К черту все, берись и делай. Потому что я не успеваю читать. Поэтому если мне везет, то я раз в неделю или раз в две недели открываю книгу, читаю главу. И понимаю, что, боже, это наслаждение. Какая твоя самая ненавистная песня? Ненавистная? Это та, которую я не люблю? Зачем мне запоминать песню, которая мне не нравится? Я не думаю об этом. Я просто помню, что мне нравится, а что мне не нравится, оно остается позади. Какая твоя любимая игра? Наверное, игра в крокодила или в слова. Хотя крокодилы это намного интереснее, потому что ты выходишь и показываешь людям слово своими телодвижениями. И люди говорят такие слова, варианты, которые ты не показываешь, и тебе становится настолько смешно. В общем, эта игра очень классна, потому что вы можете умереть от смеха. Если бы тебе предложили путевку на оставшуюся жизнь, куда бы ты поехала или осталась с родными? Если бы мне предложили путевку куда-то поехать, то я бы сто процентов брала с собой маму. И мы бы жили, наверное, либо на Мальдивах. Хотя на Мальдивах всю жизнь я не хочу прожить. Наверное, это будет Америка, либо Нью-Йорк, либо Лос-Анджелес. Расскажи, какие у тебя идеи и проекты на будущее? Это очень хороший вопрос. Пока что это развивать свой YouTube-канал, потому что я понимаю, что за YouTube будущее, и YouTube является моей визитной карточкой. Если я захочу сняться в сериале или пойти на какой-то кастинг, и мне скажут, чем ты помимо своей обычной работы занимаешься, я скажу, YouTube, посмотрите, там я рассказываю о своей жизни, я умею там держать внимание аудитории, я не стесняюсь говорить на публику. Я могу кучу всего рассказать, показать, и люди поймут, что да, из меня можно лепить что-то. То есть я человек, который способен обучаться и, в принципе, способен что-то делать и стремиться к чему-то. Проекты на будущее? Наверное, это обучение людей вести свой YouTube-блог. Я бы очень хотела проводить обучающие курсы. Также в дальнейшем я бы хотела поехать в Америку и научить людей, какие документы нужно оформлять, чтобы поехать в Америку, потому что мало кто рассказывает такую информацию. Во сколько лет можно начать снимать видео? Снимать видео можно начинать в любом возрасте, но если вы начинаете снимать, допустим, в 9 или 10 лет, есть риск того, что в более взрослом возрасте вы будете неинтересной аудиторией, хотя, как вариант, вы будете расти и ваша аудитория с вами будет тоже расти. То есть вам 9 лет и зрителям по 9 лет, вам 18 и им 18. Соответственно, у вас будут вместе меняться интересы и вы будете понимать друг друга и ваша аудитория будет легче вас смотреть. Лина Ва спрашивает, были ли попытки делать контент до этого канала? Да, попытки были. Я снимала видео на канале Оля Мельникович, она же сказала, что он уже заблочен. Я просто снимала свои влоги и, кстати, это помогало мне не стесняться на публике выражать своё мнение. Я просто брала вот так руку с телефоном и говорю, всем привет, меня зовут Оля Грейс. И я могла сделать так в супермаркете, хотя мне до сих пор в супермаркете страшно, потому что охранники как-то косо на меня смотрят. Но в принципе, в целом, если у вас есть комплексы, берите камеру или просто телефон и на селфи снимайте. Снимайте себя, тренируйтесь говорить. Софа 120512 спрашивает, как ты относишься к предательству и предавали ли тебя хоть раз? К предательству я отношусь плохо, наверное, как и любой другой человек. Просто если меня один раз предадут, я этого человека вычеркиваю из списка, список людей, которые со мной общаются. То есть, этот человек больше со мной уже никогда не общается, и я на него не обращаю внимания, потому что он для меня никто. Предательство в моей жизни было, и я просто вычеркнула этих людей из своей жизни. Просто сделала и всё. И мне стало жить легко. И это были все вопросы, которые вы задавали, а вернее, все вопросы, которые я нашла в интернете по хэштегу AskOlaGrace. И я надеюсь, что всех удовлетворила, на все ваши вопросы ответила. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Также нажмите на колокольчик, который находится возле красной кнопочки на моём канале. А теперь вопрос к вам, мои дорогие зрители. Сколько вам лет? И какое у вас хобби? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос внизу в комментарии под этим видео. Ну что ж, а с вами была я, Оля Грейс, и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok